Здравствуйте, товарищи! Я Александр Заливчий. Вы на канале Взлом Английского. Снова рубрика Взлом Английского. Теория. И сегодня поговорим об английской букве S. Поехали! В предыдущем ролике мы затронули тему глухих и звонких согласных. А какие еще у нас даже в русском языке есть? Правильно! Есть звонкая Z и глухая S. Кажется, здесь лежит еще один ключ к решению нашей головоломки. И это подмена русской буквы Z и английской S. Да вы только взгляните! Base, база, дос, доза, эгоизм, эгоизм, энтузиазм, энтузиазм, эпизод, фанатизм, фанатизм, гэс. Газ, гайзер, гейзер, идеализм, идеализм, лэзер, лазер, лэнс, линза, мьюз, муза, организм, организм. Интересно, ведь в половине этих слов англичане по-прежнему говорят Z, но пишут S. Хотя ведь у них есть Z, но пишут S. Странные личности и странный язык. А подмена Z на S занимает аж второе место подмен в словаре. Таких слов очень много. 1348 штук. Такому огромному результату подмена Z на S обязана здесь тому, что коса нашла на камень. Подмена происходит сразу по двум принципам. Чередование звонкого и глухого Z и S. И снова он. Латинский след. Все латинские слова, оканчивающиеся в английском на SM, безошибочно в русском языке будут заканчиваться на Z. Причем очень интересно, что специалист, сочетающий в себе качество этих слов в русском, уже будет заканчиваться на S-T, а в английском на S-T. Эгоизм – эгоизм, но эгоист – эгоист. Айдеализм будет идеализм, а айдеалист уже будет идеалист. Таким образом, и во втором случае, с латинским следом, чередование звонкого и глухого звука Z и S внесло дополнительную неразбериху между нашими языками. Сформулируем таким образом очередной вывод. Если мы не видим смысла в английском слове сразу, но в нем есть буква S, то следует попробовать прочитать ее как русскую Z, а не русскую S. А на сегодня это все, но, конечно, далеко не вся теория и далеко не все, что мне удалось обнаружить в английском языке. Подписывайтесь на канал, бейте колокольчик, читайте книгу, ставьте палец вверх, если вам понравилось видео. Пишите в комментариях, что вы думаете об этом видео. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok